СМИ озвучили, что вы хотите не больше трехконтрольных в день и красить волосы в разными цветах. Так ли это? Мы же как раз таки боремся за те легальные требования, которые освещены непосредственно законе и непосредственно собладают тому самому регламенту, который прописан в нашем плане минимум. То есть это касается регламента проведения проверки знаний, касаемо тех же самых проверочных, контрольных, либо похожих вещей, или регламента поочередности и парности уроков. То есть тут касаемо той самой проблемы, когда администрация просто не заинтересована или относится к этому крайне халатно, как раз и распределение этих самых уроков по будням, нежели их постановка в один день. Третий же тот пункт, который СМИ осветило как личное требование, но мы же говорим о требовании, которое прописано непосредственно в том же самом законе, о том, что может существовать самовыражение ученика. Без того самого давления, которое присутствует. То есть мы не выступаем против регламента формы, того же самого пиджака, юбки, либо других атрибутов. Мы выступаем против, вульверного слова, такого гнобления стороны администрации и личностного отношения к ученику. И четвертый, самый жирный пункт, это смена упразднения совета старости и переход на более актуальную самоорганизацию учеников. Хорошо. Давай сравним существующую структуру совета старост и структуру той организации, которую предлагаете вы. Это абсолютно противоположные структуры по своей особенности. То есть структура совета старост нам говорит о том, что услышивание мнения и непосредственно тех самых намерений будет только после согласия, либо несогласия самой администрации. Несмотря на какие-либо законы, либо регламенты, либо вполне хорошие требования по улучшению учебного процесса. И можно рассмотреть сам выбор совета старост. То есть он происходит по какой-либо знакомству непосредственно с администрацией, либо по хорошим отношениям, но не рассматривается сама активность ученика и его намерения. А что дало освещение в СМИ? Оно дало конкретно большую и лучшую организованность учеников. То есть открытие первичек в других городах и в других районах Санкт-Петербурга. То есть одна из самых сильных первичек, которые уже существуют не только в нашей школе, это 61-я та же самая гимназия. То есть там уже было проведено первоучредительное собрание по отбору плана минимум и закрепление нашего плана максимума, который является общим. А как развиваются события в последнее время? В последнее время с нами администрация начала вести борьбу. Борьбу это касается и лекций, и клеветы насчет того, что мои слова являются в чистом виде враньем. Как тезисно можно выразиться по ее словам, как мне передают те же самые товарищи. То есть на уступки и какой-то конструктивный диалог наш директор Алексахина соответственно идти совершенно не хочет. То есть он хочет продолжить самую борьбу и самое невыслушивание, игнорирование по сути вещей требований, которые являются на полной легальной основе. Расскажи, а почему вот так важна именно ваша организация? Потому что она построена на инициативе учеников высказать свое мнение, а не соглашательство и выслушивание мнения администрации. То есть вы не собираетесь открывать ногами двери? Это не для этого ваша организация, да? Не для того, чтобы какой-то беспредел украивать? Наша организация построена для того, чтобы как раз таки убрать тот вектор давления администрации на ученика. Но учитель является нашим союзником, потому что он является тем же самым уязвимым местом для администрации. То есть учитель это тот самый просветитель, а администрация как раз таки это самоуправление, которое чаще всего занимается какой-либо халатной деятельностью и своей собственной личной неорганизованностью. Какой видит Россию будущего новое поколение, такие ребята, как ты? Россию будущего мы видим в таком плане, где будет как раз таки учитываться то самое мнение большинства. То есть не какой-либо группировки, не какого-либо меньшинства, которое присутствует сейчас и будет присутствовать еще некоторое время, пока та самая искра не зажжется в то самое пламя. А как раз таки будет рассмотрение самого потенциала всех людей и дальнейшей перспективы.